Псеколу пьет тарелками уже. А что такое? Как чай из блюдца. Как чай? Саня, налей. Павлу налей еще. Что думаешь? Да отставь, я лопнул. Да надо, пей уже, что тут осталось. Да не, ну мне для кадра просто. Паша, Паша, для кадра. Опять Пока-Колу плащет. И мы вот так все со стулом вот так раз и назад. Слепой всегда. Сиди, а он всегда как-то хуй руку бросает. Ну так и ты так делаешь. Я слепой, когда подходит со стула, надо будет. Не, а потом же в конце он ходит, вы с ним как родственники. Ты просто дельфина показываешь, он все время с дельфином ходит. Ты будешь что-то уже бросать с костера, у тебя фамилия будет не копало, а по-польски. Как слепой по-польски. Шляпа будет. Шляпа будет. А, ну, не надо у него болит. Да. Прочнет ныть. А кто будет, а где нет? Там просто баллон. Ты ныркальный? А, что он лад? Не знаю, как это случилось. Вот, нашли, нашли привезли такую петарду. Ну, где-то такие длинные, ну, такие где-то толщины. Ну, и все сказали, надо ее сорвать. И начали искать. И... Что делать? Искать, где ее вот, разорвать. Ну, в костер бросить. И смотрим, не в костер. И смотрим, палатка. А в палатке там еще Виталий Спрут спал. О, это хороший человек. Вы тогда уже хотели его кончить, бля? Мы подозревали, да? Кончить тогда уже хотели его, я понял. И начали ему там колбасить эти... Вставай, вставай, вставай. И он, видите, нахуй, видите, нахуй. И кто-то взял эту петарду, поднял эту палатку и под палатку. Так вы ему нарушили психику тогда еще, е-мое. Он пытается выбежать, а все застегнуто. Не можно отстегнуть. Он понял, что его петарду подкинули. Не можно отстегнуть. Я первый раз видел, чтобы кто-то в палатке... Поднял палатку из палатки. Это было с минотропии, там, где Русик у Валера поджигал... А, не, вазай, поджигал в ушах бумага. Это тогда было? Не в ушах на голове, в каких ушах? Поджигай тебе, блядь. Бородач, осторожно, чтобы я не загорелся. Туши, туши, идиот. Сейчас, сейчас, туши. Сейчас, я тебя потушил. Сейчас сегодня будем в ушах. Так это тогда было, или что? Да, да, да. Это же тогда мы, когда мы сидели... А, это смело было, да? Это смело тропе было, это мы у газеты сидели в лагере. Брови заворачиваются. Да. Это жесть вообще. Отец Павло хотел меня сжечь тогда. Ведьму сжечь. Так и бумажка нашлась, и спички кто-то передал. Да кто передал? Добрый человек какой-то. Добрые люди передали спички, да? Да, конечно, добрые. А кому кто передал? Шапки Луки Моли. А, Луки Моли, да. Давай поменяемся. Да, добрые люди, видимо. Да. Давай продолжение, Крис. А что продолжение? И что, взорвался тарда линия? Не знаю. Он убежал в лес, да, или что? Не быстро взбивали. Не, не, она взорвалась, стайпер ничего не бросил. Это стайпер кинул, да? Я не помню, же, кто экшен. Что ты хочешь делать? Так хочу ногу нагреть. Хаммер был у него. Я слышу, что они не могут идти спать. Видно, что им чего-то хочется. Видно. Я слышу, только он пытается стойте и слышу. Давайте пойдем, Криса там начнет. Я слышу, что они подходят в машину и начинают машину тарбасить. А давай мы залезем в палатку. Я понял, что они залезут в палатку. А меня как раз поднимаешься ступеньками, открываешь и там заходишь. И дельфин там. Я уже подготовил. А он приготовил дельфина. Взял грузы и жду в ты в окошке. Это второй раз, когда мы встретили дельфина. Второй раз. Он поднимается по... Открываешь в окошко, кукушка. Этот кадр у меня стоит перед глазами уже несколько лет. Аня, Аня, что он дома делает, скажи. Аня, что он дома делает? Я больше вам не знаю. Офигеть вообще. А, слышишь, он перед зеркалом с ним разговаривает, наверное. Аня, после этой шапки Санта-Клауса в этом месте я уже... А когда обрезание ему... Бородач, помнишь, когда ты на крещение обрезание ему сделал? Укорачивали. И пуговица аж кому-то в глаз встряла. Такое было напряжение там. Ну, Павло. Мне страшно, что мои друзья... Мне страшно, что мне с ними интересно. Комфортно? И сухо, да? Ну, в памперс одеваешь и сухо. Конечно, да. Крис, дальше что было? Слышь, вы как три богатыря. Ну, сядьте. Макс, смотрите сюда. Вы как три богатыря, красиво смотритесь. Не-не, все, хорошо. А что он едет сюда? Раздувать костер. Блин, хорошо так вообще. Гроз, уступи мне что... Да подожди, дай согреть ноги. Сажай на этой... Этой деревяшке сажай. Кого? Жопу посади. Ты помнишь, когда первый раз ты нам показал дельфина? Я ничего не показал. Ну, в смысле, когда он проявился в тебе, этот дельфин? Ты помнишь? Крис, ты помнишь, когда первый раз? Нет. Ну, когда... Ну, первый раз не помню, Роза. Ну, тогда... Ну, второй, ладно, второй. Второй вчера, да? Там, где свадьба была недалеко. В Десну, помнишь, мы стояли в этом... Как она называется? На базе отдыха, там, где всегда. А потом слепой говорит, поехали в Десну, в баню сделаем, и мы сразу будем купаться. И там, ну, и там начал дельфин всплывать. В темноте, да. А не на Талакуне? Не, не. В Хаммере. Да не, то уже Хаммер потом. Это любимая сказка Бородача про Хаммер. Что Фейсбук распознает. Конечно. Вот заходи, и Фейсбук показывает. Мороз, Криса. Ну, так а что ваш? Что по Морозу, что по Крису? Фейсбук определяет. Павло, расскажи свою любимую историю про Фейсбук. Про Фейсбук, Криса и Мороза. Я заходу Фейсбук, и тут две жопы. Мороз и Крис. Ты же Фейсбук рассказывай. Если бы вы не сказали, я бы и не знал, чьи они. Спасибо. А что, ты не знал? Маша, это башня. Макс, ты только узнал, это для тебя новая информация, да? Да, абсолютно новая. Хорошо, не зря приехал. Да, как бы владельцев вот этих вот. Это анекдот про верблюда военной части. В Средней Азии приезжает в часть генерал, ну, так сказать, на проверку. На проверку. Ну, туда-сюда прошел, танки перечитал, туда заходит в ангар верблюд стоит. Это что за хуй? Ну, это, ты понимаете, с женщинами туго, вот используем верблюда. Ого, жесть. Закрываем на хуй ворота. Тут табуретку мне, ну, снимальную табуретку принес, вот закрыли ангар, выходит через почту. Я все, и говорит, ну, да, хороша чертова, говорит старый генерал, мы на ней, говорит, по блядям соседей селу ездили. Вот это жесть, блин. Так, а потом что им, выговорсим, да? Охренеть. Верблюду ехал. Слышишь, этот... А что ты не мог рассказать, пока дельфин не уехал? Ему понравилось. А что, дельфину нравится такое? Ну, у него же там есть эти вопросы определенные. Ну, в смысле... Евроинтеграция? Евроинтеграция, да, да, да. Интеграция, а это азиатская уже, да, получается? Верблюды ж в Азии, они там. Африка, Азия. Да, вот это... Синева, однако, за деревьями, да? Где, где за деревьями, да. Вообще, давай я сфотографирую. Влад, ты попадаешь в кадр, подпрыгни чуть выше, чтобы тебя лучше видно было. Красавчик. Слышишь, а на свечах сэкономили или что? Да, что-то он не нанес его, просто. Надо было бежать. Надо было бежать. А, в костер. Китай в костер. Все, что непонятно, я китай в костер. Все, давай закрывать, обратно его. Все, отсняли, нормально. Давай по новой. По новой давай, второй заход. Я поздно включил, Андрюха, переснимем. На, включи. Блин. А куда он? А куда он понес? Резать? Да. Давай, подай, подай. Снимаю. Вот так, молодец. О-о-о-о, подбросил дров. Еще дай ему еще пусть три палочки. Кинул палку. Две палки кинул. Давай, три, три. Три палки завечен и пить. Все, давай. О-о-о-о, три палки кинул. Сэм, лучше эта тема, да? Да, нормально. Смотри, как щетка кладет. Да не, кладут, это же другое. Ты что, бородач? Он кидает. Кладет, он потом поест, а еще не это. Сейчас помидоры перемешаются с тортом и будет класть. Та-да, у меня там организм вообще работает на пределе. Подпоркой под колесо, если что, машины не погодили. Так, ну что, друзья, все, посидели у костра. Едем. Такое там мочили, конечно, это передать невозможно. Это я не знаю, как надо онлайн включать, только чтобы это все попало в кадр. Ну, тут связь такая слабенькая. Так, куда-то я приехал. Тут небольшой оффроуд. Короче. Поздравили. Сэма с днем рождения. Катнули четко. Дорога хорошая сейчас. Черт, я тут когда-то на Гран-Чероке не проезжал. Что-то меня куда-то занесло, чуть-чуть не точно. В общем, день классный. Оффроуд четкий. Подписывайтесь. Смотрите. Много у нас интересных моментов всегда бывает. Много разнообразных внедорожников. И не только. Так, тут еще выезд. Группа поддержки сзади едет. Причем серьезная там. И 37-е колеса, и 52-е. Или 3-е. Я думаю. Ауди говорит, проехала. Значит, и БХ-7 проедет. Не хочется объезжать по кругу. Поеду, думаю, по прямой. Ну, говорят, надо тут траекторию держать. Ну, я думаю, получится у нас. Такое оно тут все неровное. Ух, елки. Пузиком достаю. Ну, да. Тут так копнули нормально. Местами. Это выезд наш любимый. Ого. Тут посмотрите, как весело было. Павло. Павло. По обочине пошел. Да. Надо было мне все-таки объехать, наверное. Может и нет. Сейчас узнаем. Йоханы бабай. Какая-то дорога не очень. Или нормально, ненормально. Там уже почти, почти проехал. Почти, почти, почти. Сейчас вот сюда мы, наверное, поедем. Блин, Павло в агрессивной манере покидает оффроуд. Андрюха тоже дождался, пока я выйду с плохих мест. И пошел в отрыв. Все, вроде выехал. В общем, всем спасибо. До встречи, пока. Не забывайте подписаться, поставить лайк, колокольчик. До встречи. Спасибо. Не забывайте подписаться. Субтитры подогнал «Симон». Пока-пока.